Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 32-й главе книги «Бытия». Здесь в 32-й главе продолжается рассказ о судьбе Иакова, о драматичнейших событиях, которыми наполнена эта судьба. И вот мы застаем здесь Иакова в тот момент, когда он расстался наконец с Лаваном, заключив договор, и приближается к Ханаану. И встретили его ангелы божьи. Иаков, увидев их, сказал, это ополчение божье. Ну и думай, что хочешь, потому что что это было, как это выглядело, почему Иаков так воспринял это событие, как ополчение божье, сказать невозможно. На самом деле целомудренный подход к подобного рода загадочным фрагментам в библейском тексте заключается в том, чтобы не выдумывать там, где непонятно. Вот нечто загадочное происходит. По результатам того, что Иаков увидел ангелов божьих, и сказал, что это ополчение божье, он посылает брату своему Исаву в эдом вестников, чтобы сообщить, что вот он идет. И, собственно говоря, вся сюжетная линия в этой главе посвящена тому, что Иаков очень опасается. И даже не так, чтобы было до конца понятно, почему он так опасается Исава. То ли потому, что это тот вариант рассказа, где Иаков обманом приобрел благословение отца и отодвинув Исава в сторону, то ли еще по каким-то причинам. В общем, он готов к тому, что его брат Исав набросятся, там разграбят и так далее. Ну и по-человечески, с точки зрения Иакова, вероятно, так и должно было бы произойти. Вот он очень испугался, смутился и принимает меры. Поэтому он на две части разделяет весь свой стан. В общем, это караван бедуинов. И еще небольшими группами, стадами высылает вперед часть скота, чтобы преподнести Исаву в качестве, так сказать, умилостивительного подарка. И, кроме того, Иаков молится. Посмотрите, это, между прочим, один из первых разов, когда вот люди в книге Бытия молятся. Совсем не часто это происходит. Ну, там буквально можно по пальцам пересчитать. «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Боже, сказавший мне возвратись в землю твою». Ну, то есть, в уста его вкладывают молитву, в которой есть, я бы сказал, стандартные приемы, риторические приемы молитвы, характерные для любой эпохи с тех пор. Бог, ты Бог Авраама, Бог Исаака, ты мой Бог. Ты мне сам сказал, вернись в эту землю. Я говорю, раз ты сам сказал, значит, такая твоя воля. Ну, вот, поэтому я прошу тебя избавления. Я буду благотворить тебе, ты сказал, Господи Боже. Вот, избавь меня от руки брата моего. И вот таким вот образом Иаков просит Бога. Это такое подробное достаточно обращение, которое, еще раз повторю, задает риторический стандарт, если хотите, обращение к Богу. Ну, и вот посланные Иаковом слуги встречаются Исаву, потому что Иаков хочет его умилостивить. Вторая половина главы содержит тоже совершенно загадочный, довольно известный и совершенно загадочный рассказ о борьбе Иакова с Богом. Вот он и взял жен, рабынь, 11 сыновей, перешел через Иавок в Брод, и в некотором месте остался один. И боролся некто с ним до появления Зари. Фантазия и склонность толковать, склонность толкователей в этом месте процветают пышным цветом. Одни говорят, что это духовные борения. Доверять, не доверять Богу, доверять, не доверять Исаву. Ну вот, мало ли какие подобного рода мысли могут быть у человека в ситуации Иакова. Очень может быть. Хотя, понимаете, если мы будем читать рассказ о борьбе Иакова с Богом как рассказ о... как аллегорию духовных борений, то мы обязаны дать ответ на вопрос, кто зашифровал аллегорию, кто придумал и сказал себе, напишу-ка я это, или передам я это устное предание не простыми словами, а зашифрую аллегорию. И для кого она зашифрована? Это, в общем, неприятные вопросы, которые толкователи предпочитают не задавать, потому что на них нет хороших ответов. А с другой стороны, предполагать, что это рассказ о какой-то реальной борьбе, тут даже говорится, что жилу бедра повредил этот некто Иакову. Но тоже непонятно, а кто, а почему и зачем. Вот такой вот совершенно загадочный рассказ. К тому же еще заметьте, что меняется имя Иакова. Тот, кто боролся с ним, говорит, отныне тебе будет имя не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Ну, хорошо. Может быть, речь идет об именно этой борьбе. Можно, на самом деле, толкование-то расширить, потому что Иак все время пытается сделать по-человечески, а не по Божьей воле все предыдущие главы, поэтому к ним тоже можно сказать, что он боролся с Богом. Но для составителя, вероятнее всего, мотивом, по которому он включает этот рассказ сюда, является имя Божье. Вот здесь, смотрите, что-то происходит, что ни один человек в здравом умеет резвой памяти изобразить не может. Иаков борется с Богом, с кем-то, вернее, кто потом, как выясняется, оказывается Богом. Ну, вот непонятно как. Бог меняет имя Иакову, при том, что Иаков уже благословение завета приобрел, уже получил его. Теперь Бог меняет имя Иакову. Это вообще-то очень важная вещь, потому что по архаичным представлениям Востока, да и не только Востока, имя меняет властелин своему подданному, подчиненному. Вот захватив человека или местность, или город, победитель может изменить ему имя. И это, в общем, происходит достаточно часто. и поэтому, когда Бог, боровшийся с Иаковом, меняет Иакову имя, это знак некоторой власти Бога над Израилем, над Иаковом, который становится Израилем, и над всеми его потомками. Мы не раз с вами видели, что составители склонны мыслить в рамках представления о том, что в предке, в его биологическом существе, вот прямо в нем самом, физически содержатся все его потомки. Ну, действительно, все гены, которые он потомкам передаст, в нем действительно содержатся. И поэтому то, что происходит, с предком, в данном случае с Израилем, происходит со всеми его потомками. Вот рождается Израиль. Бытие целиком и вся первая половина исхода посвящены пути к завету, тому, что было до завета, момент рождения Израиля как народа. Естественно, здесь очень важен. И, кроме того, обратите внимание, что Иаков говорит Богу, и ты скажи мне твое имя. Потому что до этого Бог идентифицируется как Бог Авраама, Исаака, Иакова. Или страх Исаака. В смысле, тот, кому повинуется Исаак. И Бог ему говорит не спрашивай мое имя чудно. Не спрашивай меня об имени моем. И не открывает этого имени. Потому что имя Божье будет открыто Моисею при неопалимой купине. И, соответственно, это еще далеко впереди. Вот, по-видимому, этот разговор об имени Израиля, которое уже Богом дается, и имени Божьим, которое еще Израилю не открыто, вот это, собственно, то главное, что составителя интересует. Но, кроме этого, еще для нас чрезвычайно поучительно обратить внимание на 30-й стих, где Иаков там называет имя этому месту и говорит, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. Для израильтян в смысле потомков Израиля от предка, от Авраама и до времени составления характерна твердая уверенность, что не может человек увидеть Бога и не умереть. Не может. Если ты видишь Бога лицом к лицу, глазами, то это значит, что тебя ждет неминуемая смерть, как Исаия Иерусалимский говорит, горе мне, я погиб, ибо живу среди народа с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа Саваофа. Вот здесь изумляется Иаков говорит, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя, что само по себе невероятное чудо Божье. Продолжение следует...